На крыше первого дома по улице Стахановской уже сняли старое покрытие и начали укладывать новое. Дом сдали в 1985 году и с тех пор, как говорят здесь, делали косметический ремонт в подъездах и больше ничего. Светлана Тимошенко старшая по дому. Состояние старой кровли она назвала критическим, вплоть до того, что в квартирах на пятом этаже всырели шкафы. Немножко протекает лишь, у нас там чуть-чуть стяжко надо делать. Ну, все они стирают, потому что так все некуда у нас абсолютно. Жителям дома поясняют, что неудобства временные. К этому ремонту они шли два года. По словам Светланы Тимошенко, в итоге проблему удалось решить общими усилиями управляющей компанией и городской администрации. На мой взгляд, хорошо идет. Молодцы ребята, работают хорошо. Вот сделали нам уже кровлю на крыльцах, на козырьках сделали, мы сверху все наблюдали. И процесс у них по технологии соблюдается все. Потому что у меня так строительное образование, в принципе, я смотрела все это. Ну и кровлю, они без задержек, все. Всего в этом году капитальные работы проведут в 11 домах города-курорта. Кровлю заменят на трех, а еще в восьми заменят лифты. В городской администрации подчеркивают, что это одна из первоочередных задач, так как речь идет о безопасности жителей и гостей города-курорта. Технику уже заказали. Подрядчиков определили по итогам конкурса. Общая сметная стоимость работ более 22 миллионов рублей. В первой очереди дома построены давно, а программа действует всего несколько лет, поэтому средств собственников пока недостаточно. По закону в этом случае недостающие деньги берут в общем котле. У нас есть, например, сейчас дома, вот когда же в этот план попали, замена лифтов. У них, например, грубо говоря, миллион на доме собрался, а нужно миллион восемьсот на замену лифта. Эти восемьсот тысяч они заимствовали. И им нужно, вот они сейчас поменяют лифт, им нужно вот эти вот восемьсот тысяч, то есть получается, отдать фонду. Это, грубо говоря, кредит, беспроцентный кредит. Сегодня это, пожалуй, единственная работающая схема, которая позволяет ремонтировать общедомовое имущество, которое после приватизации квартир осталось по факту бесхозным. В коммунальных платежах учтено его содержание, но не ремонт. В городском управлении ЖКХ уже начали составлять список объектов на следующий год.